Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин А со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы Руководитель фракции Справедливая Россия Предприниматель Владимир Вениаминович Добрый день Добрый день, Владимир Предлагаю сразу дам поздравить с наступающим праздником С 8 марта Благодаря им у нас это короткая рабочая неделя Давайте поздравим Конечно, с удовольствием Пожелаем счастья, красоты, любви и так далее Ну, несколько слов Да, я поздравляю, потому что считал, считаю, что Женщина в России это больше, чем женщина Помните наши знаменитые стихи И, в принципе, вообще в России все держится на женщинах Спасибо вам за то, что вы есть И главу города Елену Ковалеву отдельно Елена Васильевна это особое, да, Елена Васильевна Вот нравится мне ее Знаете, чем она отличается от предыдущих глав города? Она, вот как любая женщина пропускает через сердце все Да, может быть, не хватает какого-то там опыта Потому что специфическая очень такая деятельность Но вот я бы ее по отношению По отношению, там, не по решению каких-то вопросов А вот именно по отношению назвал бы там Вот, ну, матерью города Она через сердце все пропускает, все проблемы Еще хочу одну женщину упомянуть Светлану Чаврушину, которая объявила о том Что она покидает пост Начальника управления федеральной Налоговой службы по нашему Как вы считаете, есть ли в этом отпечаток той критики, которая в последнее время у нас Ну, я думаю, да, что политическое В отношении управления налоговой службы Я думаю, что политическое давление однозначно есть Я слышал, что она уезжает в Мариэл возглавить такую же налогичную службу Но тут я, знаете, хочу сказать, что вот некоторые склонны ее обвинять Ну, во всех грехах, да А я считаю, что как раз ее вина, да, она жестко спрашивала Она смотрела, но, извините меня Это все перекладывать на одного конкретно человека Это неправильно Тут работает аппарат И у меня больше претензий от того, что там, например, и фирмы убегали И я знаю таких знакомых У меня люди знакомые такие есть Ведь вопрос Перегистрировались, да? Да, то есть вопрос в самой атмосфере, созданной здесь Если там при Белых Никите Юрьевича была атмосфера однозначно коррупционная Вот это мы сейчас подтверждаем, выводим То есть это какие-то определенные фирмы А чаще всего пермские Приезжали сюда и получали крупные куски А местный бизнес просто Ничего, кроме, знаете, доения перед выборами Когда там господин Перескоков вызывал многих перед выборами И под видом, что якобы беседа с бизнесом Послались письма Вот с благотворительной помощью якобы Вот там пошлите, помогите и так далее Это в бытность Александра Викторовича главы администрации? И главы администрации города И в бытность, когда он в правительстве взволял орг от дел Там занимался внутренней политикой и так далее То есть это была практика А скептическое отношение И мне сказали, слушай, Володь Они там просто не оборзелили, ребята То есть вот это, знаете, такое Нечеловеческое отношение Оно сформировало сегодня Вот эту атмосферу Плюс коррупционные дела Вот понимаете При губернаторе То, что его сейчас обвинили Это маленькая только часть Вот мы по водоводу поговорим Я уверен, что это его как раз проект Господин Никита Юрьевич Белых Сейчас мы проговорим Который нам достался в наследство Вместе там с Дмитрием Драным Они вот сделали такое Мы проговорим Да, глава администрации города Поэтому это вот сама атмосфера Я Чарушину, Слава, к сожалению, лично не знаю Но знаю людей, которые Они отзываются как в высоком профессионале И потом, понимаете Всегда вот общее дело Это не один человек Это комплекс решений Никто это не анализировал У нас в Гордуме Была такая определенная аналитика Мы там на рабочей комиссии докладывали Считаю, что Ну вот тут надо подходить Более профессионально У нас, к сожалению, вот в управлении Что в предельстве области Что в предельстве города Не хватает профессионализма, понимаете Не хватает самим знаний Так вы приглашайте экспертов Экономическую науку Юридическую науку Вот как это делается в других странах В других городах В других регионах Там Татарстан Башкортостан Вот Для решения Для компетентных Для принятия компетентных решений Давайте слушайте А еще жестче, кстати Владимир Аберянович Можно в отношении Сбора налогов Ну вот У нас в регионе Вы знаете В 98 году Я буду По президентской По президентской программе Был в Германии И там Ну очень был Длительный период Почти там Ну там 10 месяцев Фактически 9 с лишним Я написал работу Такую сравнительный анализ Налогового законодательства В сфере предпринимательства В Германии И в России Я вам хочу сказать То Какое премия в Германии Это самое социально ответственное Как бы государство Я считаю В некоторой степени На него ориентируют сегодня Многие как бы экономики А японцы Определенно копируют Ту часть как раз Которые связаны С социального развития Вы понимаете Вот упрощенно понимать Что вот бизнесмену Дали свободу И делай что хочешь там Дери нас Три шкуры Когда сейчас Вот сейчас по мусору у нас Увеличился Да Тариф В несколько раз Слушайте Ну а где ограничения Где регулирование Государства Вот в Германии Как раз Находят вот эту Золотую определенную середину И регулируют И по сравнению с Германией Или с Европой Ну в России Просто рай налоговый Понимаете Просто налоговый рай Например Взять даже наши Эти крупные строительные компании Я беру Киров спецмонтаж ССК И КЧУС Да понимаете Они миллиарды зарабатывают Вот Ведь Мы это никогда не озвучили И в то же время Получают там земли Условия технические На халяву Не неся Застраивают огромные Огромные Микрорайоны Не строят Детские сады и школы Не строят там Детские музыкальные Детские спортивные школы Даже элементарно Вот сейчас у нас По Коминтерну проблема Ее глава нашей полиции Городской Озвучил В 28 числа На заседании Думы Нет помещения Под опорный пункт Полиции Под участкового Понимаете Так а когда мы будем Бизнес-то строить Тем более Они тихонечко Выводят Я знаю Две вот из трех Названных фирм Они просто Частные собственники И выводили деньги В офшоры На Кипр Там на какие-то Виргинские острова И так далее Ну слушайте А мы регулировать это не будем И в то же время Они здесь Получают разрешение На строительство Вот там Это же например Кчуз Вот там против Ленина 20 Вместо 24 школы Строят сейчас 18-этажный дом Понимаете Вопросы есть Есть вопрос там По ССК Вот сейчас Последний момент Вот такой Скандальный У нас Ну внутри пока Городской думы Я там Ну то что Нарушения определенные Есть Вот глава Замглавы администрации Морозов По строительству Выдал разрешение Чаще всего Строителями Там есть вариант Но строителями Это не выполняется И фактически Человек который Купил на 21 этаже Условно квартиру В случае пожара Строители таким образом Ставят человека Угрозу его жизни Понимаете Автоматическую систему Можно Сцентировать пожаротушение Погодите А вы в курсе Что выше вот этой 16 этажей Должен быть специальный материал И прокуратура проверяла Не горючее Год назад Не горючее Этого нет И системы там Да Дорогие системы Тогда При нашей Мы же не Лондон И не Париж И даже не Москва То есть Когда мы строим В центре города У нас центры Не такие уж и высокие На самом деле Понимаете И строят такие системы А это системы Очень дорогие Сверхвысокие этажи Это ставят там Где необходима И очень дорогая земля Но это столица мира Ну Москва Даже в Казани Такой необходимости нет И там уже давно Правительство приняло решение Ограничивающее Определённое строительство Давайте сейчас сделаем Небольшую паузу После После небольшой этой паузы Я думаю Что Владимир Владимирович Немножко сузим Тему Да Вот По более узкому руслу Пойдём Не захватывает Какие-то многие другие темы Депутат Гурдумы Владимир Журавлёв Продолжим через полминут Особое мнение Владимира Журавлёва Я напоминаю Мы слушаем Депутат Кировской городской думы Можно вопросы задавать Владимиру Вениаминовичу Через специальную форму На нашем сайте Эхокирова.ру Один вопрос я вижу И его безусловно Чуть позже озвучу На днях буквально Появилась информация О том Что водовод Который мы тянем Из Кумянского района Как резервный источник Питьевой воды Для нашего города Этот объект Планируется заморозить Ранее В том числе В нашем эфире Многие специалисты Говорили о том Что этого ни в коем случае Нельзя делать Потому что В том числе Мы отстанем Во времени От технологий Об этом сообщил Илья Шульгин Непосредственно вам Депутатам На последнем заседании Нет Ну тут я рассказывал На рабочих группах Мы этого касались Водовода Мы сейчас Вот то что на предыдущее Руководство Владимир Васильевич Быков И там потом Перескоков Александр Викторович Заявляли как о необходимом Чуть не героическом поступке Архиважном Уже сейчас Ставится под сомнение Еще в тринадцатом году Когда мы принимали Это решение Это вот мое личное Мнение О начале строительства Да Вот мое личное мнение Как депутата Который этой темой Дано интересуется И даже такое Определенное расследование Депутатское проводил С привлечением Там экспертов Из строительства Всегда вызывало Вопросы Первый вопрос Когда в тринадцатом году Нам господин Драный Представил Ну тут надо отдать должное Владимир Васильевич Быков Не в этом деле То есть это Вообще Мое понимание Вот когда взять все Как бы в центр Объединить То есть это было Проект власти В частности Никита Юрьевича Белых Бывшего губернатора Его зама Щерчкова И Дмитрия Николаевича Дранова Просто знаете Когда власть В других регионах Коррупционная С чего вдруг А потому что У кого-то в регионах Понадобилось Пояснить Заработать денег Во-первых Тогда Уже тогда Мне Вот строитель Независимая экспертная Группа Привела Сказала Что ребята Это водовод Максимум стоит Миллиард восемьсот А мы утвердили Четыре сто И когда Драному Я задал вопрос Слушай Он говорит А это вот государственная тайна Мы не можем тебе дать Экспертизу Я говорю Погоди Инженерная структура Инженерная конфигурация Да Документация этого Государственная тайна А финансовая Это никакая Он согласился Обещал дать И просто прокатил Понимаете Вот просто Да А я считаю Что вот это как раз Та группа Которая просто заработала На этом денег Ну мало того Для меня Вот понимаете Подожди Деньги-то все не пришли Погодите Четыре сто Это стоимость Была водовода Заявлена А сейчас Она уже нам объявила Морозов Буквально 28 числа Что уже 4 миллиарда 850 И вот эти Оставшиеся деньги А там возникают Вопросы Что строительная Компания КЧУС Которая строила Она городу Предъявила Несколько сотен Миллионов рублей Только вдумайтесь То есть Его представители Скупали Там водовод Ну слушайте Водовод Это железная Коррупционная Сделка Я вам расскажу Вы предполагаете Пока только Или есть уже Конкретные доказательства Погодите Вот доказательства Ну очевидны Понимаете Теперь я вам расскажу Водоисточника Водоисточника Где были уголовные дела Власть Обычно Губернаторская Коррупционная Такая Она как раз Осваивала Такие деньги Я до сих пор Считаю Что этот космический центр Который строил Уйдя с этой должности И предоставив Вот этот проект По водоводу Господин Дмитрий Николаевич Кстати Этот сделал проект Передал его КЧУСу КЧУСу И спокойненько После этого Умыл руки И ушел Из главы администрации Города КЧУСу Ведя иду Водовод Да Водовод Притом Там я знаю Что строители Жалости Ко мне Обращали Что ребята Вот розыгрыш Конкурс должен быть На одном сайте Они неожиданно За день поменяли Другой сайт Сделали И сказали Что это якобы Такое небольшое Там ни уголовное Ни административное Здесь нет Это было технически Якобы Погодите И многие фирмы Просто не смогли Участвовать А там было Вот две фирмы КЧУС И Гражданпроект Гражданпроект Не взглянулся Ни на копейку Понимаете Не уменьшил цен То есть Уже есть претензии Потому чтобы Признать это Как коррупционным Тем более Знаете Вот мы тут С Ильей Вячеславовичем Шульгиным На одном из заседаний Он сказал Владимир Ильич И с Ковалевой Ильяновой Что вы все говорите Коррупция Коррупция Ведь пока не доказано В суде Это не коррупционность А я хочу вам Пояснить Это люди Которые Ну может быть Ну они не юристы По образованию Мы несколько лет назад В 2006 году Приняли такой закон О противодействии Коррупции Закона Российской Федерации О противодействии Коррупции В котором указано Вот я статью Прямо называю Действия Должностного Лица В интересах Третьего Лица В ущерб Законным Интересам Вот этой должности Понимаете Это признается Коррупция В гражданском Праве В гражданском Праве И условно говоря Глава администрации Или губернатор Или президент Страны Может уволить Такого человека Где явно Вот видна корысть Понимаете Это сделано Не в интересах Города Он может такого Уволить чиновника По утрате доверия Поэтому коррупционность Она достаточно Спокойно устанавливается Можно просить Через комиссию По коррупции Пожалуйста Не надо уголовных дел Но хотя бы Увольняйте таких Вот пример того Что у нас Вместо 24 школы Рядом Там вот мы В старые времена Против Ленина 20 Построили Такой дом Вместо школы Это коррупция Подписывал Господин Перескоков Построили Одиннадцатиэтажный дом Рядом с СИЗО На Казанской 24 Вместо Изначально Заявленных Четырех Шестиэтажной Секции Одиннадцатой Это коррупция Подписал Якимов Но при Перескоке Он его не пересмотрел Не отменил Хотя и в первом Случае Во втором Мы отменяли Первое решение Настретились Как незаконно Через суд А люди Пищат Долезут То же самое Продажа Парка Победы Первый суд признал Незаконной продажу Прокуратура Ленинская Расследов В одиннадцатом году Признала Вот эти все Выделения Незаконные А господин Перескоков Подписывает Это коррупция И сейчас Вот уже Если брать симметрию С Махачкалой С мэром Москвы Там миллион сто Фактически восемьдесят миллионов Здесь продали За триста С небольшим тысяч То что Сейчас уже Ребята перепродают Ну фактически Там сделка такая За квадратные метры За тысячи Ну суммы-то Как минимум Сто восемьдесят миллионов Замчат Понимаете Поэтому Я считаю Что для правоохранителя Это вот Явный момент Такой И у нас В регионе Как была коррупционность А так и остается И вот К сожалению Я Игоря Владимировича Васильева Ну это мое мнение Я считаю Наблюдаю Делаю свои выводы Он государственник Но Вот Когда мы притащили В регион С Москвы Люди И до сих пор С министерством областного Работают Там С Ростова-на-Дону С Краснодарского края Но они ушли уже? Да не все ушли А не все еще? Ну конечно не ушли Здесь тоже коррупционный фактор Как это вам видит Хотите скажу А погодите Ну это так-то первый момент Это во-первых Слабая Кадровая работа И я считаю Что Игорь Владимирович Не готов Извините меня Решать такие вопросы Быть губернатором И на таком уровне Кого притащили? Я не Нет Понятно что Притащили слово-то такое Вы не чужите Хотите скажу Пригласили Ну вот понимаете Если бы мы пригласили Менеджеров высокого уровня Я бы ничего не говорил В Киевскую область А когда мы И столицы Погодите Сколько платить Ты им надо Погодите Извините меня А вы в чужой монастырь Со своим уставом пришли? Ребята А где поговорка? В чужой монастырь Со своим уставом Не ходят А это в том числе Включает и кадровый состав Когда привели там Завхоза Регистрационные палаты С города Краснодара Слушайте И ставят на пост министра У нас таких Даже не десятки Не сотни А тысячи местных кадров Опирайтесь на местные кадры Вы хотите построить Счастье Или экономику Варягами? Слушайте Так варяги Они Посмотрите историю Позитивная роль Это может быть один из ста А чаще всего Это люди Которые приходили на территорию Грабить Времящики То есть Если бы человек Пришел бы И собирался бы здесь жить А мы понимаем Что вот пришли на определенный срок И уедут У меня есть вопросы Слушаю Смотрю на вас Вы сейчас Терминологию используете Которая близка Больше Сергея Павлинычу Мамая Он Варягами Времящиками Погодите Во-первых Вы согласны Вы согласны с ним Полностью разделяете Но во-первых Вы смотрите Варяги Это не мы ввели это слово Варяги Это историческое название Так Ну я понимаю Гораздо раньше Давайте посмотрим историю Давайте Спросим Например Там у нас есть Доктор наук Профессор Исторических наук Былыберг Варягами Варягами Кого называли И цели Посмотрите Учебник истории Там четко сказано И цель Варяга Это Слушайте У нас Кировская цивилизация Это Рядская цивилизация Если можно так выразиться Тоже варяги Понимаете Погодите Я не против Людей Которые приезжают С других регионов И хотят здесь Что-то развивать Вот Мое мнение Например По отношению К Илье Вячеславовичу Шургину Он перевез сюда Всю семью То есть Он Я вижу По его словам По его внутреннему желанию Это мое мнение Что Ну вот он хочет Что-то изменить Поэтому я Готов сотрудничать с ним И двигать Вопрос Но Когда Например Нам привозят людей То есть Илье Вячеславович Не варяг В вашем понимании Нет Он конечно же варяг Но у него серьезное Я же не говорю Что про всех варягов А пример того Кого нам Навята Автодор Поставили Вы в курсе Что да Сейчас по мнению Правоохранителя Нам ведутся Уголовные Вот проверка По уголовным делам И уголовные дела Уже возбуждены Порядка 50 миллионов У нас просто украли Вот и все И это все люди Которые и приехали Я уже не говорю По Вот поэтому Мы уже все Сбили Все Оскомин уже набила Киров русская Ну да что Там просто деньги украли Мы же это понимаем Прокуратура городская Сейчас проверят Но у меня есть Сомнения в том Что они получат Какой-то результат Вот Владимир Вениаминов По причине Много раз уже Произносили слово Коррупция Коррупция Украли Украли Почему никто Не сидит Хочется Спросить А это вопрос Правоохранителя Вы знаете Мы живем В какое-то время Вот я юрист По образованию Смотрю по многим вопросам По парку победы Однозначно Это уголовное дело Ущерб нанесем Продали за 300 тысяч То что стоит Как минимум 180 А может даже 300 миллионов Вопрос в оценках Так этого достаточно Мэра Махачкалы Из Москвы Привезли И забрали Я думаю Но правоохранители Сейчас считают Так же Вот дождемся После выборов Я считаю Это уголовное дело Если бы я был Прокурором области Все бы Вот эти люди Они бы Уголовное дело И здесь Вопрос посадочный Потому что суммы крупные Извините меня Это суммы Если там 180 миллионов И 300 тысяч Это больше Чем Никита Юрьевич Белых Взял взятку Понимаете А он сел На 8 лет Соответственно Здесь примеры такие же Вы правда считаете Что после 18 марта Ну так правоохранители Обещают Там очень много Негласный закон есть Хотя мне это непонятно Если есть Объективная задача И понимаете Нам не изменить атмосферу Вот сейчас Я знаю Что власть вся Они там Стоят торчком Чтобы люди просто Элементарно Это вопрос Не то чтобы Владимир Владимирович Путин Выиграл Я понимаю Что ему нет альтернативы Мы смотрим Других кандидатов Нет ему альтернативы Но люди недовольны Подождите Это ваше оценочное суждение Это мое Добавить Это мое Мы никого не агитируем Да-да Мы не агитируем Но самая-то главная задача Власти Чтобы люди пришли на выборы А мы не забываем Что у нас последние выборы Областные Городские Прошли Явка составила В городе 20% Понимаете А сейчас Именно вопрос К президенту Это недоверие А почему в Кире Это такой бардак Ничего не изменилось Ситуация ухудшается И люди таким образом Голосуют Просто не Они не идут На избирательные участки Потому что они Недовольны Внутренней ситуации Мало того Кировчан Волнуют вопрос Не большой мировой политики А местных условий Воруют и никого не садят Вот и все Мне так Как депутату Так и говорят Столько звонков Из разных областей И в то же время Детских садов не хватает Школы не хватает Детских спортивных школ Не хватает Музыкальных школ Не хватает Изобразительных школ Не хватает Реклама у нас сейчас будет Это особое мнение Владимира Журавлева Депутата Кировской городской думы И вернемся через полтора минут Про водовод еще Владимир Вениаминович Почему его Законсервировать-то сейчас Понадобился Поясните простым Вот конечно Нужно задать вопрос Конкретно Это Илье Вячеславовичу Шугину Потому что он еще Будучи министром Областного правительства Ездил в Москву И его там просто За этот водовод разбомбили Он говорит Ребята Я вот только заступаю Я не знаю То есть не мы принимали решение Вообще говоря Что проект не соответствует Ни стандартам Ни нормам Он был сделан Со многими нарушениями И сами работы Проведены С большими Огромными нарушениями Вплоть до Даже до того Криво-косо Как говорится Криво-косо И вопрос в том числе Государственной безопасности И вот там отработала Недавно Относительно недавно Счетная палата федеральная Как раз специализированная Которая сказала Признала что Миллиард семьсот Из тех денег Которые израсходованы Они израсходованы неэффективно А я хочу пояснить Из трех с половиной миллиардов Которые потратили Со слов сегодня Морозова Половина пятьдесят процентов Наши региональные Наши с вами деньги Налогоплательщиков Это областной бюджет Частично городской А вы чувствуете Три с половиной миллиарда И миллиард семьсот Там с копейками Неэффективно То есть Эта часть фактически Федерация признала Что ребята Мы вам дали Миллиард семьсот И они потрачены Неэффективно И Так-то вообще там Говорят Нашим представителям Что ребята Этот проект Дальше демонтируйте Были сказаны слова Демонтируйте То что нам сейчас Морозов предъявил Что ребята Нам нужно сто девятнадцать Чтобы заморозить Чтобы законсервировать Сто девятнадцать миллионов Да Из какого бюджета Из городского Из городского Я Морозову сказал Во-первых Мы сейчас поставим Моментально вопрос О твоей отставке Раз Это первый вопрос Потому что сто девятнадцать миллионов Бюджет Извините Детский сад А вы там напортачили И понимаете И никто не хочет С этим разбираться Я считаю что за эту работу За три с половиной миллиарда рублей Пусть людей не садят Но должно быть Несколько человек Уголовно Потому что Но это явно Неэффективное Отношение Я хочу сказать Вообще законодательство Говорит По отношению В должностному лицу Что не только Он должен Там его Преступные действия Привели к какой-то Неэффективности Но в то же время И бездействия А где вы Вы хотя бы пробовали Сэкономить Они раздувают Вот эти деньги Я уверен Что здесь коррупционная Составляющая существует Она пока В гражданском То что я говорю Из закона О противодействии Коррупции Но она должна Перерасти В какие-то дела И вот Знаю позицию Администрации города Может быть Некоторые части Губернатора Нашего Игоря Владимировича Васильева Что вот Ребята Давайте на тормозах Что-то Они не хотят скандалов Не хотят этого Но без этого Без этого Вы не получите Одобрение Местного населения Понимаете Если у нас украли До вас Понятно что вас не обвиняют Ребят Но если вы не разберетесь Со старым Вот у нас так будет Население ходить 20% Это в лучшем случае В городе Это вот Это отношение к власти К происходящему событию И поэтому А без поддержки населения Любые Там призывы И проекты Они просто Не могут быть Эффективными По определению То есть Это получается Искусственно навязанно Докажите Что вы Часть этого народа Что вы живете Если люди гневаются Они недовольны Так вы проверяйте это Вот и все А пока сегодня Власть у нас Варяжная Плывет в одну сторону Местные олигархи Которые там Занимаются непонятно чем В другую сторону И политическая Вот эта элита А третья часть населения Которые говорят Знаете что Мы не верим Идите вы все дальше Вот и все И поэтому В Кире В этом плане Вот такая атмосфера Сегодня есть Почему и бизнес Маленький и средний Он говорит Знаете что Я перерегистрируюсь В другом регионе Уходят куда угодно Ведь не только в Москву В Питер уходят В Нижний В Татарстан В Пермский край Да какая-то часть там существует В связи с уходом от налогов Потому что там Ну и нагородние фирмы Просто например Пермская налоговая Она меньше проверяет Но некоторые люди говорят Уходят даже знаете Которые НДФЛ платят Физлица Которые там Богатые И так далее Не с доходом Потому что Нет нормального Диалога с властью А когда нет диалога Тебя не уважают С тобой не считаются И у нас куда не кинь Сегодня Вот провал Из-за того Что некомпетентная власть Возьмите нормальных Я вот На посты министров Да я знаю Сотню-другую Нормальных Достойных людей Которые бы Это бы Как бы Потащили направление Но мы по-прежнему Министр сельского хозяйства У нас чужой У правительства области Министр сельского хозяйства Ну да Алексею Алексеевичу Котычкову Лесного хозяйства А Лесного хозяйства А по Алексею Алексеевичу Котычкову Ну смех Когда вот это миллион Мы хотим миллион увеличить Слушайте Это просто называется Не просто развитие Называется удар По сельскому хозяйству По маленьким хозяйствам Которые загнутся А всегда маленькое хозяйство Это какое-то село в районе Это слушайте Ну 37-й год был признан Вредительством Там экономической мысли Просто нет А глупость Она вот откровенная Давайте эту тему Для отдельного разговора Все-таки оставим Тема миллиона Тома локатов Насколько я понимаю Наш слушатель Николай Очень хочет услышать Ваш комментарий Владимир Вениаминович По поводу Концессии тепловых сетей О чем говорится В последнее время Очень много Тоже скажете Что коррупция Однозначно То есть Ну как Я считаю Что во-первых Это неэффективное решение Как минимум Считаю Что нам нужно Вот сейчас Мы передали это КТК И получили Решение-то принято Нет Окончательного нет Решения У нас Я хочу Слушателям пояснить Что примерно 70% Всех Тепловых трупов По которым идет тепло И горячая вода Не приезжает к городу Я считаю Нужно сделать Как в Татарстане В Нижнем Новгороде Это муниципальная собственность Ну так как там КТК зашло Через ТГК 5 час ПАО Т плюс В это дело Так давайте Садимся в совместное Предприятие Где контрольный пакет Будет у муниципалитета И будем развивать это Мало того А деньги где в муниципалитете А вы знаете Что федеральная программа Вы должны получить Где-то порядка Миллиарда С лишним Там полтора миллиарда Или еще что-то На перекладку труб На перекладку труб В городе Погоди Когда у нас будут Муниципальные предприятия Так мы их потратим А у меня есть сомнения Что Частники Которые сейчас В этим вопросом рулят Они просто Эти деньги Разворуют Как это было Имитация То есть перед нами Отчитываясь перед городом Что здесь переложены трубы А сейчас по факту Вскрываются случаи Вы в курсе Что там просто Ничего не перекладывалось А там 100 миллионов 150 здесь Здесь Тут Там Трубы рвется И так далее Они не вкладывались В наши сети Поэтому Я считаю Что муниципалитет Спокойно с этим справится И нужно двигаться В эту сторону Поэтому я против Передачи Частнику Вот этого А наоборот За контроль Может быть не в полном объеме Но чтобы контрольный пакет Был у муниципалитета Так или иначе Депутаты городом Вы с коллегами будете Принимать Ну вы знаете Давайте откровенно Говорите У нас вот та дума Была Это было Определенно два холдинга Финансовых Это как бы старая группа Была Предыдущий созыв Пятый созыв А сейчас шестой созыв Ну пришли конечно Другие люди Но к сожалению Во-первых Не хватает компетенции Очень набрали Там Таких людей Ну они неплохие Я вижу люди Но они никогда не будут Депутаты Не депутат Это контроль За властью Исполнительной Ну а они Они Вот Не хватает духа Характера Компетенции В определенных сферах Из-за этого Понимаете Они будут голосовать То как скажет Как бы официально власть А мы должны всегда Критически подходить Потому что Сто раз перепроверить Причем принять какое-то решение И к сожалению Вот мы начинаем Выносить какую-то дискуссию Просто попыткой обсуждения Ну и чаще всего Большинство Подавляющее Они просто хотят Быстрее домой На заседаниях Думы На рабочих комиссиях Слушайте Давайте нам нужно Быстрее идти Заниматься своими делами Вот С таким подходом Я бы может быть Даже посоветовал Депутатам Ну не занимайте чужое место У нас столько много Достойных общественников Которые могли бы Там Виталик Брам Например Которые могли бы быть Там Алексея Кузьминых Которые могли бы прийти И ну вот И пытаться Разбираться во всех Хозяйствах Которым это интересно Остается 3 минуты До завершения нашей беседы Есть у меня Несколько вариантов Какую тему еще затронуть Но затрону Пожалуй вот эту Солодовников Экс руководитель Экс руководителя Управления МВД По Кировской области Как выяснилось Внезапно Неожиданно Сергея Александровича Приглашали на допрос И очную ставку С Александром Плотниковым Я не знаю Сейчас в какой статусе Плотников находится Временно Подозреваемый Насколько я знаю Нет я имею ввиду ГИБДД Отстранен не отстранен Я думаю Что отстранен Однозначно По процессуальному кодексу Я кстати Вот эту информацию Как не слышал Фейковые такие новости Я видел в интернете Сам Вот Правоохранители Подтвердили Что вызывался Сановников Подтвердили Но он не в статусе Он не в каком статусе Просто он вызывался На допрос На очную ставку Ну в качестве свидетеля Скорее всего Потому что тут По-другому Его просто нельзя вызвать Чем дело закончится Я пока не знаю Потому что Раз идет расследование Уголовное дело Любая информация И если честно У меня по этому делу Это не совсем Городское хозяйство И областное Это все-таки связано Снутри Отношения Внутри Прорывательной системы Сумма-то Который озвучивается Там предполагаемый Впечатляет Почти миллиард рублей Ну я считаю Что на водоводе На водоводе У нас как минимум Переплатили 2 миллиарда рублей Пожалуйста Вот тоже для По крайней мере Для проверки Как минимум Там есть косяки И с выкупом земли И у нас еще Вот проект Который знаете Вот обходная дорога Там я знаю Что тоже земли Наскупали уже Чтобы нам потом Бюджету города выставить То же самое У меня вопрос есть Вот по путепроводу Который знаете Мы сейчас чистые пруды строим Изначально Я помню Там называлась Цифра 2 миллиарда А сейчас Она уже выросла До 4 миллиарда Мало того Там перескоков нам Что еще удорожание Погодите Господа дорогие За счет чего Объясните И вот чиновники И вот чиновники должны С городской думы Из депутатов Каждую копейку С кровью Выбивать Понимаете Мы должны контролировать Наши эти денежки Народно Это же бюджет городской Это наши налогоплательщики Поэтому А чиновники Тут да сюда Как знаете Вот с сценой На театральной площади Мы снесли старую сцену Хотели колесо строить Худо или бедно Может быть она была хуже А потратили потом 5 миллионов На постройку новую Ну кто Это внепланово Внебюджетно деньги Ну слушайте Кто-то за это ответит Что у нас других расходов нет Или еще что-то Минута остается Мне хочется Чтоб вы еще прокомментировали Позицию главы Кировской администрации Лев Шельгина По поводу Фасада здания Торгового центра Баска Вы следите за Ну если честно С этим диалогом Или не знаю Как его назвать Нет К сожалению нет Я видел в интернете Я не могу ничего пояснить Но В данном случае Говорят что Собственник здания Может сделать с фасадом Все что угодно Раскрашивать его И так далее Все-таки Шельгин Расставит на том Нет С городской властью Вы должны консультироваться Нет Ну я соглашусь Наверное законодательно Конечно Собственник здания прав Там любые изменения Это его личное дело То есть там не должно быть Например Какой-то наглядной информации В законе четко сказано Чего нельзя Но в принципе Я понимаю Илью Вячеславович Он пытается вообще Поменять позицию власти В конструктив То есть ребят Ну все Если центральная улица Это должно быть Ну какая-то Взвешенная И согласованная Это красная линия Здесь ежедневно Тысяча людей И они все Я его как главу администрации Понимаю Но тут как раз Нельзя спорить Например Или как будто Выкручивать руки Это вопрос Во-первых Диалога С собственниками здания Диалога с бизнесом И вот Конфликт определенный есть Но вообще Вы знаете Любые действия Изменения Не всегда Это конфликтная ситуация Любое управление Это конфликт И в принципе Главное Чего должны Научить Например преподавателю Будущего менеджера Это уметь Решать Спорные вопросы Всегда есть конфликт интересов Вы знаете Конфликт интересов Самый большой Это родители и дети Вы знаете Мы же все спорим С родителями Когда были детьми Сейчас мы становимся С родителями Мы спорим С детьми Потому что Мы не согласны И вот умение Решать эти вопросы Оно важно Но большого Какого-то Вот такого Спора По БАСК Я ну наверное Не вижу Хотя в глубине Наверное Лишит принципиальный вопрос Изменения Подхода в политике Но здесь нужен Диалог А не выкручивание рук Потому что Ну закон Пока на стороне Я полагаю Владельца здания Это особое мнение Депутата Кировской городской думы Владимира Журавлева Наше время Истекло Всего доброго До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok